Добрый день, мои любезные телезрители! Я рада всем, кто смотрит программу «Церковное таинство». Сегодняшнюю нашу беседу с игуменом Мельхиседеком мы посвящаем очень тонкому греху – пороку тщеславия. Добрый день, отец Мельхиседек! Добрый день, Любовь Сергеевна! Добрый день, дорогие телезрители! Батюшка часто задает вопросы о том, как относиться к тщеславию. Я человек телевизионный, очень люблю телевидение, но не могу не сказать о том, что современное телевидение воспитывает в людях тщеславия. Давайте обратимся к программе «Минута славы», конкурсы красоты, кто хочет стать миллионером, своя игра, кто лучше, кто умнее, кто быстрее. Все это не может не воспитывать в людях тщеславия. Что же это за грех такой, тщеславия? Это не только грех, это смертный грех, потому что человек, который ищет человеческой славы, почему смертный грех? Он не ищет славы Божьей. Он не хочет быть в глазах, в очах Божьих таким, каким задумал его Бог, а хочет угодить тем людям, которые в нем хотят видеть то или иное, приятное им, так сказать, силу, красоту, находчивость, певучесть, могучесть и прочее. И человек на место угождения Бога, Богу ставит угождение людям. И он меняет здесь ориентир по жизни. Он старается быть не таким, каким его задумал Бог, а таким, каким задумали и каким хотят видеть его люди. И причем люди-то видят, с какой ориентацией-то, с ориентацией греховной. Если бы все хотели видеть в нас христиан православных, и мы бы к этому стремились, а хотят видеть, то есть уже кого качками, кого, так сказать, пупошлыми, кого бесконечными юмористами, в которых никакого юмора нету. Или, так сказать, проставиться любым способом, как, например, бесконечные рекорды Гиннеса, ну, совершенно невероятные, значит... Ну, конечно, в чем слава-то? Если бы что-то изобрели, что-то сделали, или прокопали за один день, так сказать, озеро какое-нибудь, или пруди какое-нибудь выкопали, то есть что-то полезное. А то сколько макарон съели, сколько... И из каких яиц, яичницу успели, смогли пожарить, так сказать, какой флаг, так сказать, соткали, сколько метров он был. Ну, просто-то совершенно к практической жизни не имеется. И к пользе, главное, человеческой, не имеешь никакого отношения рекорды, достижения, открытия. И поэтому, конечно же, это чувство, которое мешает самому человеку правильной и нормальной, спокойной, счастливой жизни. Потому что гоняется человек за призраками. Человек гоняется за мифом, начиная уже с детства. Когда вот это соперничество, соревнование, и культивирование чувства зависти и превосходства, потому что если ты, у тебя появились часы или мобильник, или какая-нибудь сумка, или одежда, или сережки у девочек, значит, мы тогда считаем, из-за этого пустяка считаем себя лучше, ланчет, не добродетельней, не в этом ставится, так сказать, красота внутренней жизни человека. Я стараюсь быть скромнее, справедливее, благороднее, честнее, любвеобильней, долготерпеливей, то есть не об этом идет речь, а обо внешнем. А когда человек этого не имеет, тогда начинает завидовать. И в двух случаях для его души становится человеку некомфортным. С одной стороны, при возношении другими у меня появилось новое платье, новая шапочка, новое, так сказать, ну все что угодно, новое, не такое, как у моих одноклассников. Если мы это говорим про школу, про институт, или я, если это касается храма, то новая какая-то одежда сверкануть. Если это у чтецов, певцов, то выделиться голосом, подчиславиться, что своими дарованиями, которые дал Господь, или разумение, как говорит Иоанн Весечник, или красивость голоса, или дикция, или рассудительность, или скорость в послушании, человек это делает усердно. Всем чем угодно человек гордится. Иоанн Весечник даже приводит такой пример. Он говорит, что чтецовие это как треножник. Как не кинь его, все равно один рог будет торчать кверху. Он говорит, чтецлавлюсь красивой одеждой. Но если надену скромную одежду, чтобы не чтецлавиться, буду чтецлавиться своей скромностью. Если я пощусь, то чтецлавлюсь, что я совершаю пост. Вот сейчас идет пост, или будет следующий, Успенский. То чтецлавлюсь, что я не такой, как все. А если меня пригласят на корпоратив, и я там не покажу вида, что я пощусь, а также буду трескать колбасу, буду чтецлавиться, что какой я рассудительный. Я не показал, так сказать, это, скрыл свой пост. Потому что добродетель-то, она втайне должна быть. Да, выхода тогда нет. А это выхода нет. Выход есть, который называется трезвение. Ну, получается, что выхода нет. А с другой стороны, возьмем Олимпийские игры. Там тоже много тщеславия. Но Святейший Патриарх благословляет наших спортсменов принимать участие в этих играх. И был даже молебен в Храме Христа Спасителя. Ну, наша жизнь, она гораздо проще. Мы не Олимпийские чемпионы, и мы, так сказать, это далеки от минут славы. Это тщеславие, оно внутри нас и нашей повседневной жизни. А мы сейчас привели пример, ну, крайний, так сказать, уже, крайний пример. Но пусть будут Олимпийские чемпионы, пусть будут писатели, пусть будут талантливые певцы, пусть будут талантливые режиссеры и фотографы и прочие. Но они должны любить свое дело, в смысле, должны относиться к своему делу как к служению, как к практической пользе для людей, для страны, но не искать славы ради славы, так сказать. То есть, если ты же именно к этому привыкнул, да? Ну, можно, но сама суть, так сказать, уже, мы же не ради олимпийской самой медали, тут масса всяких, может быть, подводных камней, ради чего человек занимается спортом. Самое главное, это уже мое такое представление, заниматься надо спортом для того, чтобы иметь силы, силы, послужить другим людям. Как Василь Вик однажды о посте сказал, пост должен быть не выше сил и не ниже сил, не выше сил, чтобы мы не ослабели в служении другим людям, но и не ниже сил, чтобы мы не пришли в нерадение. И поэтому всегда, так сказать, то, что ты делаешь, тот талант, который дал тебе Бог, ты должен воспринимать это действительно как талант, дал данные от Бога, которые ты должен приумножить, то есть польза, польза для людей. А если это дело, оно не имеет никакой практической пользы, кто как кувыркается, ну и что, ну как, кто то, как кувыркается. Если ты что-то написал, красивое, назидательное, доброе, и должно определяться любой талант понятием доброты и полезности, а если это не полезно и не добро, то этим не надо заниматься, ну какая-нибудь пошлятина на те видения. В этом есть добро, например, так сказать, Дом-2, но какая в этом, так сказать, людям Господь дал талант, так сказать, журналисты и дал талант внешней какой-то красоты или какой-то рассудительности. Но можно же все это обратить на конкретную пользу, поговорить, в смысле решать какие-то проблемы жизненные, которые встречаются в жизни каждого человека, какой-то практически вывод из этого. То есть талант журналистов полезное представить как пример для подражания, а не полезное, злое высветить в том свете, показать его душепагубность, душевредность, так сказать, и его некрасивость и неполезность для человека. А у нас наоборот. Черное – это белое, а белое – это черное. Если раньше целомудрие являлось, так сказать, уже красотой, если скромность, как говорится, являлась скромность украшает человека, но сейчас люди живут по-другому, так сказать, уже некий другой ориентир. Скромность украшает человека, но он с детства не любил украшений. Вот. Так вот такое сейчас отношение. – Отечество, извините, но подчас сами родители воспитывают детям. – Ну, это беда, это беда. – Отталкивают детей еще крок пять лет, а южевы будут на какие-то конкурсы, на кастинге. – Они не дают, не воспитывают в человека скромности, особенно в девушке. Спрашиваются, кем она будет. Давайте, так сказать, это совершенно конкретный пример. Мисс Вселенная Оксана Федорова. А кто она сейчас? – Она стала матерью, она стала женой, так сказать. Ну, несет на себе бремя, славу, но, так сказать, фигурирует везде и светится. Ксюша Собчак, так сказать. Ну и что, так сказать, а что с ними-то? Не семьи? Да, не семьи ничего. Почему? А потому что, если уйти из этого поля, поклонение, поле става, заняться скромно, так сказать, своим делом, заняться призванием матери. Многие, например, спортсмены, они так остались без счастья материнства. Почему? А потому что, когда было время, то есть уже время рожать, а там бесконечные сборы. И только находились мудрые люди, которые ради детей делали перерыв, а потом возвращали. Я вспоминаю, так сказать, я не в этом особо, так сказать, не разбираю, но Ирина Роднина. – Да. – Да. Значит, был какой-то период, потом родился ребенок, а потом человек опять вернулся к спортивной карьере. Но люди-то не забывали про главного. А у нас получалось так, что второстепенность стала главным, а главное стало второстепенным. Скромность, конечно, украшает человека, любого человека. Потому что вот это бесконечное стремление к вниманию людей, пусть даже на простом уровне, на уровне школы, на уровне работы, на уровне, прихода, как я буду выглядеть. Как я буду выглядеть, об этом надо думать. Потому что все должно быть в меру. Мы не должны, так сказать, Бог дал нам определенную красоту и определенный эталон эстетики. В церкви все прекрасно, в человеке должно быть прекрасно. Как Чехов говорил, и одежда, и лицо, и глаза, и руки, так сказать. Мы не должны... Душа и мысли. Душа и мысли. Не должны одеваться, как хавронья. Вот. Женщине Бог дал женственность. И женщина не должна быть похожа на мужчину, а мужчина должен похожа на женщину. И женщина должна, так сказать, за собой следить, так сказать, за своей печёской, за своим внешним видом. Не возражает неоприятностью. Совершенно верно. Ну и всякая ипотажность. Ипотажность в сторону, то есть уже при украшении излишнего и в сторону, то есть уменьшения, потому что бы не было, так сказать, серо-колхозного вида. Я даже на Пасху людям, на праздник, вспоминаю, как мне говорила бабушка, раньше, ну это в советские времена. Для храма была специальная одежда. Какая? И бабушка говорила, понаряднее. В каком смысле? Чистая, белая блузка. Специальные были, так сказать, это как у туфли, которые одевали только в храм, чтобы они были как можно дольше, поновее. То есть для Бога было лучше. И когда я вижу мужчин в джинсах и в майках в храме, у меня это вызывает определенное чувство каясь в этом, петь, я издет на раздражение. Ну подождите, но вы когда идете в консерваторию, я иногда там бываю на православных фестивалях, но и по другому поводу. Но я же вижу, как там, как одеваются люди для таких, как бы мы сказали, мероприятий. Но храм, храм, ну в сто раз, так сказать, достойней консерватории Третьяковской галереи. Ну в джинсах и в рубашках, в смысле в джинсах и в майках, но я в консерватории не видел. И поэтому об этом тоже надо думать. И это нет тщеславия. Это правильный взгляд на жизнь. Мы ищем не славу у людей, а мы воздаем славу месту Божию. Принося сюда все лучшее. Не обращая внимания, как мы будем выглядеть, как люди на это посмотрят. А может быть я буду слишком красиво одет. Ну и что? А может быть это и будет как раз-то примером, чтобы показать. Ну в храме все красиво. И иконостас, и иконы, и священническое облачение. Василий Великий в повседневной жизни ходил босиком, а про одного епископа современного сказали. У него, говорит, были, иногда одевал носки разные, но только что у них всегда было одинаково, и оба были рваные. Но это в повседневной жизни. А в храм, в храм, и Василий Великович его укоряли, говорит, ты в золотых нарядах. А он говорит, мы для Бога должны отдавать все лучшее. А в повседневной жизни всех отличалась скромность. Вот мы сидим сейчас перед иконостасом, и за вашей спиной на нас смотрит старец Моисей. И мне вспомнился один случай его жизни, случай скромности. Он был потрясающий духовник, организатор, был наместник монастыря Великой Оптиной пустыни. И однажды, когда приехал архиепископ, правящий Калужский Николай, он, обходя монастырь, сказал, батюшка, какие красивые здания. Вы и храм построили, и вот колокольню, и не один это храм, и братские корпуса. И он отвечает правящему епископу, говорит, владыка святый, я при этом присутствовал. Не я сделал, как бы сказать. Я, говорит, при этом присутствовал. И Арсений Великий говорил, святые бегали от славы, а слава бегала за святыми. Люди бегают за славой, а слава бегает от них. Какая слава? Слава Божия. Потому что если люди бегают за славу человеческой, они ее и достигают. Порой, даже через какой-то эпатаж. Лишь бы только проставиться. Как однажды у Чехова есть один замечательный рассказ. Приходит сын к родителям и говорит, мамочка, папочка, обо мне теперь узнает вся Россия. Почему? Да про меня в местных ведомостях написали. А написали то, что он угодил в пьяном виде под экипаж. И остался жив, несмотря на теряственные потрясения. Ну, существуют и примеры светских людей, людей света, которых Господь наградил даром скромности. Ушаков. Далеко не буду ходить. Я был знаком, имел счастье такое, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Был в его кабинете, его внешний вид, кабинет, обстановка, высказывание. То есть никогда человек про себя не говорил. По этому поводу может быть только два мнения. Мое и никакое другое. Одно только мнение. Все время, да, действительно, так сказать. А где вы это почитали? Да, а я пока этого не знал. То есть люди имели... Академик знает. Да, потому что кто-то из Мудоплии сказал, все знают, только невежды. И признает, я академик говорил, да, да, а я еще с этой темой не знаком. Но почему бы мне? А другой, наоборот, выучит одну книжку, и про нее начнет, так сказать, везде все. Как кто-то рассказывал, недавно мне только рассказали. Один, говорит, на английском языке очень хорошо выучил тему, так сказать, о в шах. И всегда к этой теме возвращался. И однажды ему, так сказать, на экзамене попалась тема о дельфинах. Ну а в ши вводятся только в шерсти. И он не знал, как же из этой ситуации это выйти. И тогда он начал так. Дельфины шерсти не имеют. Но если бы они ее имели, то там обязательно были бы в ши. Ну и опять, так сказать, про свою единственную тему, которую он в жизни знал и выучил. И поэтому гармоничных людей всегда эта скромность отличала. Потому что не нужно никакой внешней подпитки. Они искали одно только славы. Слава быть с Богом. Судя Ницин был скромным человеком, правда? Ну, таких людей до бесконечности. Я просто знаю людей, которые, ну, например, приходили и помогали, жертвовали на храм, так? Вот буквально сейчас в голову в случай пришел. И я спрашиваю, а имя-то как быть помолиться? Вот конкретно в самом случае был. И он тогда говорит, Бог знает. Я, конечно, ну тут это... Может быть, излишняя струна сплачивает. Я думаю, что излишняя, потому что мне хотелось такого человека помолиться, это имя привести в пример. Но даже так, чтобы, так сказать... Нет, а тут в чем была? Если бы мы начали за него молиться, так... И этот человек, мне кажется, был высоко духовной жизнью, потому что он тогда благодарность получает в молитвах. Человеческую благодарность. Человек ждал награды от Бога. Что, Господи, ну ты сам знаешь, так сказать. Что даже вот такая, мне кажется, запредельная скромность даже свое имя, так сказать, не светится. Но это, конечно, и редко. Мы не всегда просим, но мы хотим иметь благодарность от людей. Не так ли? Благодарность, она должна быть всегда, так сказать. И благодарить должны людей, так сказать. И мы... От людей благодарности мы не должны искать. Но сами эту благодарность должны, даже за самое малюсенькое внимание, малюсенькое слово, малюсенькую помощь, мы должны это по отношению к людям высказывать и показывать постоянно. Почему? А потому что эта благодарность, она должна вдохновлять людей. Потому что благодарность, есть такое понятие, черная неблагодарность. И причем кто-то из мудрых людей сказал, что христианство начинается не с того момента, как человек выучит отче наш, а начинается с того момента, когда ребенок научится говорить матери спасибо за вкусно приготовленный обед. С этого начинается христианство. С внимательности, доброжелательности, великодушия, благодарности. Порой можно знать отче наш, и псалтей наизусть знать, и спасибо никому не сказать, быть невнимательным человеком. Поэтому скромность и невыставление себя. Я еще другие знаю примеры. Я видел отца Иоанна, в смысле отца Иоанна Кристианкина, общался с ними, отца Архимандрита Кирилла Павлова, который до сих пор жив, конечно, находится в тяжелом состоянии телесно. И сугубо надо батюшке молиться. Так вот, я знаю, он приезжал, посещая некоторые храмы, он заходил, а крест убирал под рясу. Делал вот так. Ну, зашел такой, ну, кто-то зашел, крестика нет, ну, значит, это не батюшка, может быть, там, послушник какой-нибудь. Это целый духовник Троицы Северной Лавры, Архимандрита, это Кирилл. У нас же наоборот, священника только руку положат, и он везде, значит, это я батюшка, я батюшка, я батюшка. То есть надо всегда, а и люди все равно узнавали, что от отец Кирилл все равно, то есть уже слава не приходила мимо него, но человек бегал, вот и получилось, как у Арсения Великого. Люди бегали от славы, а слава бегала за людьми. Иногда это просто даже бывает тяжело, вот это излишнее внимание, так сказать. Один следок, но с другой стороны, есть государственные награды. Их вручают, с моей точки зрения, людям заслуженным, пожарным, сотрудникам МЧС, милиционерам, пограничникам, воинам, да, мало ли кому. А вот как относиться к государственным наградам? Это достойная оценка достойных людей. Вот, может быть, многим данное авансом, в надежде на то, что они к этому подтянутся, потому что частенько... А другие, наоборот, награды не находят своих героев. Но мы счастливые люди, что мы знаем, что в церкви все награды посмертны. И награды – это человеческая оценка человеческих деяний. Это тоже нормальное явление. Но и даже к этим наградам надо относиться, как относились наши верующие православные предки. На одном из крестей, который сейчас есть нация Моисея, который, кстати, я только сейчас заметил, это крестик, данный за духовенство, за молитвенную поддержку в Крымской войне. Крестик на нем медный. А на обратной стороне надпись «Не нам, Господи, не нам» – это начало молитвы. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Вот как относились к наградам и должны относиться к наградам. Да, Господи, мы это принимаем, но не нам. Но имени Твоему дай славу. Мы это делали все ради Тебя. Вот так и человек должен награды принимать, благодарить людей за оценку труда, таланта, какого-то дела. Но понимать, что это Тебя располагает только к большим трудам и к большей отдаче. Как нам сказал Господь, когда сотворите все повеленное Вам, скажите, рабы неключимые сделали то, что должны были сделать. И понимать, что все это только, не крест, вернее, а все награды – это только безделушки. А мы должны, так сказать, стремиться к тому, чтобы получить награду от Бога и прославление от Бога. За что? За христианскую жизнь. И стремиться не к тому, чтобы в жизни угодить людям, а стремиться, чтобы угодить в жизни самому Богу. Вот это самое главное. А людям надо не угождать, а людям надо служить. Отец Малексидек, благодарю сердечно Вас за сегодняшнюю беседу. И я думаю, что мы с Вами и впредь продолжим отвечать на вопросы наших телезрителей. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь Ты слава. Благодарю всех, кто смотрел сегодняшнюю нашу программу. Я, Любовь Иогельевна, как всегда, жду Ваших вопросов, сомнений, размышлений не только по телефону, но и по нашему электронному адресу. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok